С чего начать? Это компостные такие реакторы. То есть там червяной компост происходит, компостирование. Это мы в прошлом году, когда были в Соединенных Штатах и общались с профессором Дэвид Джонсон, с его женой. Они тоже микробиологи. И вот они рекомендовали вот такой способ для того, чтобы как бы сделать инокулянт, чтобы применить при посеве там, чтобы донести в этом компосте, через год его компостирование должно было появиться около 2,5 тысяч разнообразных микроорганизмов, в основном грибкового характера. А именно грибкового компонента у нас почвы очень сильно не хватает. Поэтому сначала там технология, ну органическое вещество, растительные остатки, мы замачиваем, потом проходит термофаза, температура. И потом запускаются уже черви. Черви должны там какое-то время кушать этот. Вот, но... Калифорнийские черви? Нет, обычные. Обычные даже лучше, чем калифорнийские. Пока мы только его заложили первые опыты. То есть вот он год простоял, как бы заложили. Где-то видели результат, где-то не видели. Но ничего пока не могу сказать. То есть начали разбираться, начали копать глубже, почему где сработало, где нет. И, конечно, не так все просто, как мы думали изначально. Тут немножко надо шире изучить вопрос. Методы внесения, как его правильно, даже вот эту вытяжку сделать из этого компоста, то тоже там есть свои требования. Обязательно, чтобы аэробные были условия. Потому что хороший микроорганизм сразу погибает в анаэробных условиях. Много нюансов. И в этом году мы изучаем этот опыт дальше. Есть курс Elaine Inham. Вот она тоже микробиолог такой мирового уровня. И тоже работает в разных странах. Ну, просто для того, чтобы... Мы продолжаем обучение. То есть, ну, ноутил как бы не такая устаканившаяся, устоявшаяся технология. И сейчас явно понимаем одно, что биологии в почве у нас не хватает. И основное, что нам надо сделать, это вытянуть и привести биологию к порядку. То есть, надо, чтобы там были бактерии, были грибы, соотношение, чтобы было один к одному. И достаточная биомасса, разнообразная биология. Потому что именно биология – это то, что кормит наши растения, делает почву структурной, защищает растения от болезней и питает всеми необходимыми элементами питания. То есть, этот процесс, ну, как это происходит, я сегодня, может, расскажу в теоретической части. Но другого варианта, как исправить почву, как повысить плодородие, как сделать продукцию более рентабельной. Потому что это очень дешевый способ. Это буквально копейки стоит на гектар. А эффективность, ну, если хотя бы будет половина того, что они заявляют, то это будет колоссально. То есть, абсолютно без фунгицидов, без инсектицидов, без удобрений можно получать высокий урожай только за счет того, что будет функционировать биология почва. Ну, пока что опыт, я скажу, 50 на 50. Мы уже поняли, какие мы ошибки сделали. Потому что пока не сделаешь ошибку сам, ну, вопрос не родится, пока ты сам что-то не начнешь делать. Мы начали делать, понимаем, не получается, давай изучать дальше. Ну, вроде как начали разбираться, закупили дополнительное оборудование, микроскопы, отсматривать, кто там есть на самом деле. Потому что, ну, нельзя просто сказать, вот я сделал и получил результат. Нет, надо контролировать на каждом этапе, что там за биология, какие грибы, какие бактерии, вот, и сколько их там есть. Может, мы все сделали неправильно, и мы внесли плохих, плохие микроорганизмы, там, анаэробные. Вот, ну, пока это, ну, больше нечего рассказать, кроме того, что... А вносили чем туда? Вносили вот там на сейлке бочку, видите, маленькую мы приделали. В сейлке вносили, на семена вносили и опрыскивали. В жидком, да, разводили. В вытяжке, да? В вытяжке делали. А эти гранулы с ним делать не подойдет, да? Есть способ тоже этот компост разбрасывать просто по поверхности. В дозе где-то полторы-три тонны на гектар делать компост, ну, такой биологически заряженный, и разбрасывать по поверхности, как инокулянт. То есть, суть вот этого всего вернуть биологию, чтобы она там закрепилась и размножилась. Субтитры сделал DimaTorzok